На мой взгляд, книга Романа Насонова – это вообще очень рискованный опыт, потому что, говоря на эту тему, очень легко скатиться, не просто легко скатиться, а как правило, все, что начинает говориться на эту тему, в таком случае, из таких официальных источников, очень быстро скатывается каким-то банальностям, временем начатого покорения крыла, предыдущего покорения крыла, какому-то домострою, и то, что такой экспериментирующий исследователь, как Роман Насонова обратился к такой теме, конечно, придало вот этому, ну, этой дискуссии, а на книге существует такая большая дискуссия, это не утверждение, это дискуссия, придало этой теме какую-то вот новую, какую-то такую животворность, новую какую-то жизнь на мозге. И что лично меня страшно задело и вдохновило в этой книге, то, что в ней ничего не утверждается, в ней ищется. Эта книга, скорее, постановка вопросов, довольно дерзких, как бы не очень-то и характерных для наших отечественных дискуссий на какие-то разгвозные темы. Да, эта книга вызов самому себе, эта книга поиск, книга приглашения нас, читателей, такое довольно рискованное путешествие. Очень важно, что эта книга, что ее презентация право уходит, конечно, в стенах Московской консерватории, и вот в этом заме, который мне очень дорог, который я часто происвещаю и не слушаю, здесь замечательные концерты и старинной музыки, и современной музыки. Рахмановский зал, конечно, это такое место намоленное, а консерватория – это мой родной дом, что называется, и я несказанно рад, что мы можем эту книжку встретить именно здесь и именно вместе. Эту книгу я мыслю здесь, по крайней мере сейчас, себе как книги мостик, который наведен, в общем-то, между двумя пересекающимися, конечно, но, тем не менее, очень часто друг от друга довольно далеко находящимися группами симпатичных людей. С одной стороны, это музыкант, который через эту книгу могут понять какие-то духовные основания своего искусства. Очень сложные, очень запутанные, неоднозначные, но, тем не менее, да, вот всю сложность этих вопросов я пытаюсь для музыкантов представить, и музыкантов не обманешь, да, потому что красивыми словами музыканта, который имеет дело с музыкой, не проведешь, конечно. С другой стороны, есть огромная аудитория самых разных людей, людей, и интеллектуалов, и, может быть, людей, скажем, да, вот в очень больших кавычках простых, которые, да, какой-то гуманитарной образованностью, может быть, и не отличаются, но которые, тем не менее, все живут духовной жизнью. Духовная жизнь в широком смысле этого слова, да, это, конечно, да, и люди церковленные, и, безусловно, да, таких тоже очень много, но, да, и светские мыслящие люди, которые совершенно не понимают музыку. Да, ведь у нас так устроена культура, что сложную классическую музыку, да, даже и простую классическую музыку, да, далеко не все понимают и не понимают, с какой стороны к ней подойти, как с ней иметь дело. И вот, да, этот мостик, он с двусторонним движением. В одну сторону идут музыканты, и они начинают размышлять о каких-то духовных основаниях своего творчества, с другой стороны идут люди, которые ставят предельные вопросы, и они начинают понимать, что вот, может быть, и в музыке эти вопросы артикулированы, продуманы гораздо глубже, чем где бы то ни было, да, в том числе, вот, в философии, допустим, в литературе, все замечательно, но музыка, может быть, еще глубже, экзистенциально ставит эти вопросы. Но вот именно такие вопросы, на которые очень трудно ответить, или, может быть, невозможно ответить, или кажется, что невозможно ответить, и можно адресовать Богу. Я хочу сказать, что издательство Никея издало эту книжку, потому что нам интересна жизнь во всех филепроявлениях, и искусство в том числе, и искусство, то есть эта книга издана в серии «Бог в культуре», там еще есть книга «Музыка. Язык Бога. Искусство» — это Лили Ратнер, и мы надеемся, что выйдет книга про «Бога в литературе», то есть культура, искусство — это такой способ общения с Богом, музыка — это такая очень тонкая материя, и в ней есть место и духовному, и светскому, и об этом тоже говорится в книге. Еще хочу отдельно отметить, что там очень точно создана на протяжении всей книги цепочка отсылок к каким-то музыкальным произведениям, то есть можно найти в конкретном исполнении конкретное произведение, все есть в открытом доступе в интернете. Это одно из преимуществ книги, то есть вы можете прикоснуться к не просто прочитать и запыть, а еще и послушать определенных композиторов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Аплодисменты